Привет, друзья! Сегодня я буду готовить узбекскую шурпу. Существует такое заблуждение, что из мяса узбеки едят только баранину. Уверяю вас, что это далеко не так. Брат моей жены живет в узбекском городе Янгиюль. Так вот, он рассказывал, что на местном рынке очень непросто купить свинину, потому что спрос превышает предложение, и свинина продается на улет. Вот поэтому я сегодня буду готовить узбекскую шурпу из свинины. Для этого мне понадобится большой маслак с мозговой костью и грудинка порционными кусочками, пара крупных луковиц, нарезанных полукольцами, три морковки, нарезанных кусочками, три крупно нарезанных болгарских перца, а также перец чили. У меня он не очень горький, поэтому тоже три. Свежеприготовленный томатный сок. Для этого я просто перебил на блендере свежие помидоры, по половине чайной ложки зиры, кориандра и перца черного горошком, зелень, петрушка, укроп, синий базилик и кинза. При таком разнообразии специй лавровый лист не обязателен. Ну и картофель. Он может быть нарезанный крупными кусками или целый. Масло растительное, соль. И вроде бы как все. Петрушка уже на взлете, тяга отличная, отводят в трубу. И сейчас я приступаю к готовке, начиная с того, что буду обжаривать мясо. Сначала заливаю в казан растительное масло и нагреваю, пока не начнет дымиться. Так, пошел конкретный дымок от казана и закладываем мясо. Моя задача поджарить мясо до появления легкого румянства. Ну вот такого вот, смотрите. Это придаст не только вкус бульона, но и цвет готового блюда. Мясо уже подрумянилось, и засыпаю лук. И пусть зарится. Вот смотрите, лучок начал подрумяниваться. Значит, настала пора ложить морковь. Высыпаем морковь. И дожидаемся, пока морковь прожарится до полуготовности. Засыпаю болгарский перец. Перец приобрел стеклянный оттенок, такой прозрачный. И заливаю томат. Томат у меня проварился минут пять, и пришла пора заливать воду. Воды заливаю много, но с таким расчетом, чтобы сюда еще поместился картофель. И сейчас сюда вот засыпаю перец. Нужно проследить, чтобы перец был без повреждений, без трещин. Тогда он не отдаст горечь в блюдо. Не ради горечи, а ради аромата горького перца. Подлечительной особенностью шурпы есть ее прозрачность. Все овощи должны быть видны. Это достигается слабым кипением. Вот смотрите. Вот это то кипение, которое нужно для приготовления шурпы. Если вы допустите более сильное кипение, бульон помутнеет, и это уже будет не шурпа, это будет какой-то суп. Считайте, что шурпа у вас не удалась. Получилось у меня вот такое количество зелени. Вот сейчас я беру и ровно половину закладываю. Вот сейчас сразу. За это время она подружится со всеми компонентами, со всеми продуктами. Вот так вот. И даст такой глубинный вкус. Закладываю картофель. Здесь надо помнить, что картофель в шурпе выполняет роль сытного наполнителя. Он добавляется, чтобы блюдо было не жидким, чтобы блюдо было сытным. Ну, поскольку у меня вот сама по себе шурпа получилась густая, значит, картофеля у меня немножко останется. Сейчас, дожидаясь, покуда шурпа закипит, вот выставлю огонь на слабое кипение, и кипеть в шурпе где-то час. До тех пор, пока картофель, он будет еще сохранять свою форму, но он будет уже таким мягким, и рассыпаться от даже слабого нажатия. Прошло 40 минут, картошка уже стала мягкой. При малейшем нажатии она распадается, такая крахмалистая, рассыпчатая. И сейчас подошло время заложить еще часть зелени. Вот так вот. И солю. И еще. Я выловил одну горькую перчинку, измельчил ее, и сейчас вот добавляю для остроты. Уважаемые, шурпа подается с зеленью и с мелко нарезанным чесноком. Друзья, сейчас вы видите то, что у меня получилось. Сейчас, в этот свежий вечерок, мы будем кушать вот эту чудесную, прозрачную шурпу, и наслаждаться жизнью. Ребята, живите вкусно, отдыхайте вкусно, делайте как мы, делайте лучше нас. Лайк. Приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин